Этот змееголов имел обычный образ жизни и плал в речке. Но однажды он выплыл в другую часть реки, и течение реки вынесло его в открытый океан. Что? Как я вообще сюда попал? Я же просто плавал по речке, как всегда, кушал рыбешек, а тут теперь я вообще нахожусь в каком-то странном месте. Что это вообще за огромный скелет рыб? Меня это пугает, если честно, потому что я привык всё-таки к своей речке, а тут я вообще нахожусь в каком-то другом водоёме. Тут вообще вода какая-то очень солёная, кстати. Мне это даже не нравится, аж плохо тут себя чувствую, надо бы подкрепиться. О, ничего себе, отличная рыбёха, она какая-то разноцветная, прикольно выглядит. Так, рыбёха, иди-ка сюда, получай. Во, всё, отлично. Они, кстати, тут не такие уж и сильные. Во, а куски-то зато какие с них выпадают. Ничего себе, так, обязательно надо покушать. Во, сейчас я себя чувствую ещё лучше. А если я слопаю вот эту рыбёшку, то ещё в два раза лучше будут себя чувствовать. И на, всё, наконец-таки вцепился с тебя, получай. Что ж ты от меня всё убегаешь-то, а? Я хочу подкрепиться тобой, а ты всё от меня убегаешь. Во, в разные стороны тебя. И, наверное, всё-таки воспользуюсь вот этим лайфхаком. Просто тебя наверх подниму и слопаю всё твоё мяско. Так, ну что же, сейчас тогда я слопаю вот это мясо и буду проводить разведку. Смотреть, что же у нас за такая местность тут. Ага, тут везде плавают какие-то непонятные рыбы. Что это вообще такое? Эй, кто ты? Ну-ка, дай-ка я тебя попробую на вкус. О, что-то ты какой-то очень странный. И какие-то чернила выбрасываешь чёрные. Ну-ка, получай, получай. А, мяса с тебя что-то вообще маловато. Поэтому пойду-ка я дальше смотреть, что в этих солёных водах вообще обитает. И кого мне стоит опасаться. Ничего себе! Вот эта рыба огромная. Ещё одна огромная рыба. Фига себе. Интересно, а смогу ли я здесь стать таким же огромным, как вот эти все рыбы? Офигеть! Вот это какая-то полосатая рыба. Наверное, она зебра. Выглядит очень странно. А почему она такая большая? Вообще чудно. А это вообще что это такое? Неужели это какая-то щука большая? Или что это? Неужели это мегалодон, про которого все говорили в речке и в озере? Блин, это странно. Я лучше всё-таки, наверное, от него отплыву. Потому что он какой-то слишком большой. И мне кажется, что он меня сможет слопать. Так, вот он, в принципе, тут по левую сторону от меня. И он пока что меня не видит. Я лучше сейчас посмотрю вот на эту рыбёху. Что это вообще за рыбёха такая? А это что это за крабики? О, прикольно они выглядят. Они как озёрные, только почему-то голубого цвета. Может быть, попробовать хотя бы одного слопать? Ого, крабик, а ты что-то большой какой-то. Так, я надеюсь, ты меня это... Не будешь кусать своими клешнями-то? О, всё, вкусно как это как. Ой, хорошо. Так, ладно. Пойду сейчас проверю, что вот это за такая рыбёха у нас. Да, она выглядит очень тоже прикольно. У неё какой-то слишком большой рот. Это как-то странно. А у тебя есть вообще зубы, рыбёх? Вот смотри, у меня вот есть зубы такие остренькие. А у тебя что есть? А у неё даже зубов нет. Мне кажется, это значит то, что её можно спокойно пытаться кусать. Потому что она, скорее всего, навряд ли мне сделает, ну, какой-то вообще отпор. Ну, как можно делать отпор, если у тебя нету зубов? Кусать же она не сможет. Поэтому сейчас я буду её всё лопать, лопать и лопать. И буду получать с неё большое количество мяса. Может быть, я стану таким же большим, так же, как и вот эти другие рыбёхи, которые здесь обитают. Я бы вообще хотел быть таким же большим, как тот голубой мегалодон. Так, ну а я тем самым временем, наверное, подниму вот эту рыбёху. И ого! Ничего себе, сколько мяса! Вот это да! Какая вкуснотища! А сколько его много! О таком я мог только мечтать. А теперь я просто беру и лопаю вот такое количество мяса. О, да! Вот это да! Как же всё-таки вкусно и классно! Я теперь становлюсь больше. Я лучше пойду исследовать дальше наши воды и смотреть, что тут вообще интересненького такого находится. Ого! Ничего себе, сколько тут таких оранжевых рыб! Они похожи, кстати, на окуни. Очень даже похожи. Это реально оранжевые окуни. Только почему-то они обитают здесь и имеют реально такой странный окрас. Так, ну, окушок, иди-ка сюда, дружок. Я тебя хочу слопать. Окушок, дружок, иди сюда. Вот, всё, наконец-таки. О, кстати, с них неплохие кусочки мяса выпадают. Надо бы ещё тогда пару штучек покушать, а то я что-то уже чувствую, что я проголодался. Так, во, отлично. Сейчас ещё твой кусок мяса слопаю. Ну и в итоге, наверное, нападу сейчас я ещё на вот этого последнего окушка. И в итоге пойду дальше смотреть эти воды. Тут у нас вообще имеются какие-то вот такие ледяные глыбы. Интересно, что это? И тут реально чувствую, что становится холоднее. Ого, какие рыбёхи-то тут. Неужели это касатки? Пойду-ка я сейчас их тоже проверю. А посмотрю, на что вообще они способны. Может быть, мне пофайтиться с ней? Эй, касатка, ты не прочь подраться, а? Выснить, кто тут сильнее. Давай, касатка, я, короче, на тебя нападаю. Оп, получай. Отлично. Ага, она даже не хочет со мной пвпшиться. Она, значит, боится меня. Она, значит, слабее. Ого, хорошо. Это значит то, что на касаток я могу спокойно нападать. Поэтому направлюсь я, наверное, ещё вот к этой касаточке. И заодно её слопаю. Так, касатка. Я надеюсь, ты не против больше того, что я тебя слопаю, а? За хвостик тебя возьму. Опа. Раз. Два. И третий укус. Всё. Отличненько. Касаточка повержена. Ну и воды тут, в принципе, реально очень холодные. Тут ещё вот такой какой-то огромный кит плавает. Ничего себе. Но я думаю, навряд ли я на него тоже буду нападать. А можно и попробовать. Я же, в принципе, рыба-змея. Я должен быть прыткий и очень ловкий. Поэтому я сейчас буду пытаться его зайти и напасть на него. Потому что я сейчас знаю точно, что я проиграю. И если я вот такой малыш нападу вот на такого огромного кита, то, естественно, это будет конец. Но, если я всё-таки проявлю смекалку и хитрость, и, естественно, ловкость, то я смогу победить вот этого огромнейшего кита. Так, ну что же. Кит, я сейчас начинаю тебя атаковать за твой вот этот толстенький хвостик. Так, отлично. Получай. Ещё укус. Ещё укус. Жалко, что у меня очень и очень маленькая скорость атаки. Но ничего страшного. Зато именно урон от одного укуса у меня большой. Поэтому я не буду переживать. О, а тут, кстати, ещё один кит. Может быть, на тебя ещё раз попробовать напасть? Потому что мне твоё мясо понравилось. Так, ты это... Кит, что-то вообще какой-то странный. Ты кушаешь рыбёшек, но не доедаешь их как бы, да? Это вообще чудно. Так, китяра, тихо-тихо-тихо. Не надо на меня нападать. Так, получай. Я лучше тебя сейчас спинку вот так покушаю. Так, есть. Всё, отлично. Кит ещё один готов. Сейчас тогда я полакомлюсь в два раза вкуснее. Потому что у меня ещё есть один кит. Во, ничего себе, сколько мяса. Офигеть. Я становлюсь всё больше и больше. Пойду-ка я сейчас вот сюда, на эту локацию. Тут я ещё ни разу не был. Посмотрю, что тут у нас за рыбёшки. Может быть, тут ещё кто-то вкусненький есть? Ого, ничего себе, я поел. У меня даже зуб вывалился один. Блин, это, конечно, плохо. Чё-то тут какие-то твёрдые рыбки-то. Ладно, ничего страшного. Буду без зуба одного тогда уж плавать. Это мне не помешает всё равно кушать и нападать на других рыбёшек. Ого, это, кстати, рыба похожа на меня. Ну-ка, ты сильный или нет? Эй, рыба, на, получай. Ещё раз. И ещё раз. Получай, дурацкий монстр. Фух. Вроде бы он готов. Он уже не шевелится. Так, отлично. Во, ничего себе. Я ещё победил одну огромную рыбу, которая здесь обитает. А вот это уже классно. Я уже начинаю чувствовать себя тут очень и очень даже хорошо. В принципе, так же себя чувствовал в речке, когда я уже мог кушать всех и вся. Блин, конечно, зуб побаливает. Ну, точнее, место, где он был. Блин, конечно, плохо, что у меня теперь зуба там нету. Ну, ладно, ничего страшного. Я думаю, заживёт, может быть, новый вырастет. Ого, какая рыба. Вот этот самый мегалодон. Мне кажется, он тут неспроста. Может быть, сейчас настал тот самый момент, когда я смогу с ним сразиться. Ни пуха, ни пера. Попробую сейчас на него напасть. Кстати, а чё он-то? Он так странно жуёт эту акулу-то. Эй, мегалодон, получай, получай. Блин, фига себе, он меня один раз укусил. Так, 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 на. Всё, отлично, я разорвал даже мегалодона. И спас вот эту акулу. Блин, акул, смотри, я тебя спас, ты это. Теперь у меня в долгу же, что ли. Потому что я всё-таки теперь король этого океана. Хотя только недавно сюда попал. Блин, прикольно, тут мне нравится. Может быть, тут ещё мегалодоны есть? Эй, неужели тут всего лишь один мегалодон на весь океан? А, во, всё, вижу ещё один мегалодон. Надо бы попробовать ещё на одного мегалодона напасть, потому что он, как по мне, самый сильный. Так, мегалодон, готов сражаться лоб в лоб? Получай, мегалодон, давай, давай, нападай, нападай на меня тоже. В итоге он переел всех мегалодонов и стал царём океана. Всё-таки океан очень хорошее место. И я думаю, я тут останусь навсегда. Потому что тут очень классно. Мне нравятся тут рыбёшки. И мне нравится то, что я всех их могу победить. Ну а с вами был Лёша, игрушка под названием Fit and Grow Fish. Если вам понравилась эта серия, вы хотите следующую? Напишите обязательно об этом в комментарии. А также не забудьте наставить кучу лайков. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok